30 декабря в Тверском областном суде прошло судебное слушание по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Михайловское Калининского района, обвиняемого в убийстве трёх человек. Трагедия произошла 2 мая. Причиной конфликта стали соседские козы. Козы стали камнем преткновения. Да, мы выходили на улицу, и у нас собака выбежала. Собака маленькая, порода ехтерьера, но таких вот размеров, плоткошёрстная. Ни одну козу она не укусила, просто полаяла на них, чуть-чуть погоняла, и всё. Больше ничего не происходило, её никто не оскорблял, ничего плохого соседке нашей никто не говорил. Всё, мы спокойно с ней общались. Это она кричала и угрожала нам. И в итоге спровоцировала своего сына, чтобы он приехал сюда. Люди были трезвы, пьяны, не знаете, агрессивные очень? Они были очень агрессивны и свои слова сопровождали действиями. Что в итоге получилось у друга голова пробитая, весь в крови изначально. Я думал, что он вообще убит. И меня били, несмотря на то, что у меня в руках ребёнок был. И целились по голове просто так. Повезло, что он по ней не попал. Иначе могло быть всё намного печальнее, чем сейчас. Я думаю, если бы я этого не сделал, бы на их месте могли мы оказаться. Здесь же, в коридоре суда, мы встретили потерпевшую, владелицу коз. Среди убитых был её сын. Справедливого больше никакого. Справедливого. Скажите, то, что обвиняли ваших животных, то, что во всём виноваты козы, вы на это как смотрите? А вы как на это смотрите? Три трупа на поле, и во всём виноваты козы. Ну, это оригинальный подход к жизни. А по-вашему, что стало причиной всё-таки? Причиной хамства молодого человека Миши Васильева. Хамство, издевательство надо мной. Вы до этого в нормальных отношениях были? Да, я со всеми в нормальных отношениях. Абсолютно со всеми. И с семьёй обвиняемого. И так же я живу очень-очень мирный человек. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. При выезде на место преступления следователям Следственного комитета проведён его осмотр. Назначены медицинские и криминалистические экспертизы. Изъято орудия убийства и иные следы преступления. В ходе комплекса следственных оперативных мероприятий, проведённых отделом по расследованию особо важных дел, при активном участии следователей-криминалистов Следственного управления регионального следственного комитета, совместно с сотрудниками органов внутренних дел, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан по горячим следам. Раскрытие данного преступления, которое вызвало широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании, вызванную дачей правильной правовой оценки действиям обвиняемого, который настаивал, что защищался от группы мужчин, напавших на него и его близких, при этом убивать никого не хотел. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с органом дознания, оперативности исследования, получаемой информацией и слаженности работы указанных сотрудников, были установлены все обстоятельства совершенного преступления. Но уже находясь на скамье подсудимых, обвиняемый в убийстве своей вины не признал. Там реальная угроза была, там были дети у вас? Были дети, меня били с ребенком на руках, били битой, если бы я не уклонялся. Попали бы по ребенку, даже страшно представить, что бы было, если бы по ней ударили. Скажите, вы будете просить суд присяжных или что-либо? Нет, будет судья единоличный. На что вы рассчитываете? На то, что у меня будет превышение необходимой обороны. Или оправдательный приговор. 30 декабря суд продлил подсудимым меру пресечения в виде заключения под стражей до 30 марта 2021 года. Само уголовное дело суд вернул в прокуратуру. Как на том настаивал защитник подсудимого. Мы следим за ходом событий. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...